Привет, друзья! Ну вот там у меня земляк приехал, он там упражнение делал. Первый раз в жизни проверяет идиомоторный рефлекс. Первый раз в жизни. Да, но самое главное, что он мне привел, что вы даже удивитесь совершенно. Делай, 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 раскрепощение. Это персики из Дагестана. Вы представляете персики из Дагестана? Мой дедушка, когда жил на улице Озерное, вот там висит картину «Дедушкин дом», там во дворе у нас были абрикосы и персики. И, конечно, вот папа моего друга, он говорит, мой сын к тебе приедет, там в Москве привезет персики. Я говорю, да не надо, ты что? Он говорит, надо. Поэтому не имею 100 рублей, а имею 100 друзей. Правильно же, да? Ну, а теперь попробую, еще раз попробую. Вот так руки вдавь. Вот так. Во, они сейчас пойдут быстрее. Во, видишь, чувствуешь, да? Да. Интересно, да? Вот я тебе потом покажу эти упражнения, как еще сделать, чтобы еще быстрее пошли. Это после раскрепощения руки пошли, да. Давай, садись, поговорим. Я как раз этим моему другу молодому книжку подписал, сейчас он представится. Книжку подписал и печати свои поставил, и Центр защиты от стресса, и вот эту печать, вот эту печать, вот она. Там еще «Звезды над нами» и «Космос внутри нас», как на моей книжке здесь, которая потом была, вот она, которая уже отработалась через пять лет. А здесь как раз таки, как использовать энергию страха для того, чтобы создавать шедевры. Там и картины мои есть. Представься, пожалуйста, передай привет нашим. Всех приветствую, передаю всем «Саламу Аликум» родному Нагистану. Да. Самое главное, он аварец, я аварец, но дело вот в чем. У него рубашка красная, как у нас в шутку говорят, аварцы ходят в красных рубашках, а у меня голубая получилась. Ну, случайно так получилось, но дело не выйдет. Это шутка. Это шутка. Но не шутка в том, что Дагестан – это единственное место на всей планете Земля, где очень много коренных национальностей. И там сколько у нас тех, которые не пришли откуда-то, а там прямо родились, по-моему, более десяти, а остальные пришли еще. Очень много национальностей. Это кузница межнациональных отношений. И, между прочим, у нас ссоры были по национальным вопросам. Ну, пьяные люди напьются и говорят, да ты там что, там вот Дагинцы лучше, чем аварцы, или кумыки лучше, чем Дагинцы, ну или лесгины там. Анекдоты друг про друга говорили. Ну, в целом, в целом, это кузница межнациональных дружеских отношений. Чему мир должен учиться? Это общечеловеческие отношения. Почему так получилось? Потому что у нас Дагестан – это… Там есть горы, там есть даже песчаный бархан рядом с Махачкалой, откуда взялся там непонятно пески там со своей флорой, фауной, со своими ящерицами и так далее. Там море, естественно, Махачкала – это на берегу моря, там порт. Это бывший порт Петровск, между прочим, который Петр I создал. Вы представьте себе, с одной стороны у меня в квартире, я жил в доме писателей, с одной стороны, значит, горы, а с другой стороны море, да? Можете себе представить, да? И ветра – это был город Петров. Я не знаю, сейчас Махачкала – город Петров или нет. Да. Меняется, да, все время? Ну, вот ты когда был в Махачкале? Там погода как была? Там тепло. 32 градуса. Сколько? 32. 32 градуса сегодня. Вы представляете? А у нас в Москве вот дождь шел ночью. Вот такие дела. Расскажи что-нибудь про наш Дагестан. Пускай все подивятся, какие у нас есть прекрасные дуди. Я, кстати, папу знаю, маму знаю, я знаю сестру, я знаю брата. Брат – чемпион, да? Он чемпион у тебя. Да, чемпион Европы по ушу сандар. Да, чемпион Европы по ушу сандар. Агусейн Магомеев, который трейдер ушу сандар, директор школы «Пять сторон света», мой друг, с которым мы начинали. Я потом пошел в медицину, он потом пошел в спорт. А мы сидели в подвале на улице Энгельса. У нас был Ахмед Рамазанов, тренер, который кончал Тбилисскую академию художественную. Он у нас в Махачкале жил на улице Нурадилова. Его мама, тетя Галя, врач была, и папа его на улице Нурадилова. Я их прекрасно помню, когда мы были маленькие. Я учился тогда в школе в девятом-десятом классе. Мы приходили к ним домой. Брат его, Рамис. И мы там тренировались. И потом Ахмед Рамазанович, он, значит, на улице Энгельса тренировал Гусейна Магомаева, и меня тренировал. Как раз-таки он нас тренировал джиу-джитсу. Джиу-джитсу – это такая вот вообще серьезная вещь. Ну, там джиу-джитсу, например, там, где бросают на голову, джиу-джитсу бросают на спину. Джиу-джитсу помягче. Джиу-джитсу очень серьезно. Ну, в общем, мы с Гусейном, естественно, однажды Гусейн прождал тренера Ахмеда. Там всю ночь просидел бедный, Ахмед задержался, а Гусейн так сидел, такой старательный был. Гусейн, между прочим, художник, прекрасный художник. Я бы даже сказал, великий художник. Да, школа его называется «Пять сторон света». Чем сейчас Гусейн занимается? Также школой, директор школы, да. Отлично, отлично, да. Около трехсот детей там учатся. Вот оно как, триста детей, да, сколько чемпионов они вырастили, сколько там чемпионов? Каждый год большое количество чемпионов бывает. По всему миру? Да. Вот они такие молодцы, да. Такие молодцы, да. А я Гусейну подарил в свое время картину «Последний бой», там, когда он на баррикадной Москве жил, они с Олей. Значит, у них там квартира осталась. А Гусейн мне подарил, значит, такую вот статуэтку, сам топором из дерева вырубил статуэтку. А потом мне, я ее потом в Армению повез, когда я в Ириване работал в электронной промышленности. А приезжал из Москвы там товарища, который был в госком труде СССР. И он увидел у меня эту статуэтку, ну, там был такой-то, да, очень интересный, я ее как пепельницу использовал. Он говорит, слушай, подари мне. Ну, короче говоря, я ему подарил, Саша, и я помню, как он ее уносил, он ее взял вот так вот, полено это, вот он ее уносил. Очень-очень интересный. Но я хотел вернуться как раз-таки к нашему родному Дагестану. К нашему родному Дагестану. И у нас очень много национальностей. Я надеюсь, что весь мир будет учиться у нас межнациональным отношениям, потому что это очень редкая республика. Но она была автономная, конечно. Ну, в общем, понятно все. Вот Армения, где я жил потом пять лет и стал лауреатом премии Ленского комсомола Армении со своей фамилией Алиев, да, это что-то тоже нонсенс, такого не бывает. Вот, ну, за то, что я там разработал для электронной промышленности, чтобы женщины не уставали с микроскопами. Да, вот теперь Дагестан чем нам, нас славился. Тавры сейчас делают в Дагестане? Делают. А что еще делают в Дагестане? Сейчас у нас очень большое количество туристов приезжает к нам. Так. У нас очень красивые места есть в республике. Так. Так, Дербент, да? Дербент, Черкейское водохранилище, Сулакский каньон. Вот, вот, вот. Сарыкум. А я-то в основном почему его сюда завалил? В Умзархе очень красиво, в Батласе. В Умзар, Батласе, да. Мой папа из Батлаича добровольцем пошел на войну, капитан навернулся, прошел всю войну и после, и после, да. А твой брат чем занимается сейчас? Он в Москве работает. В Москве работает. А я в Махачкале. Да, в Махачкале. А ты где там работаешь в Махачкале? Я внутри городской администрации, советская администрация. Советская администрация. А что ты там делаешь? Отдел благоустройства. А, благоустройство. Ну ты, благоустройство, это что такое вообще? Благоустраиваем город, где нет скамеек, где скверов нет. Так. Ну сейчас деревья есть? Да. Улучшаем город. Вообще он изменился за последние 10 лет? Да. Мусора много? Мусора нет, вообще меньше. Меньше, да? Да. А вот я помню, при мне я еще, я же уже где-то, ну сколько-то лет я не ездил, не мог из-за травмы шеи, летать не мог домой. Я помню, мусор был. Мусор был. Я понимал, почему мусор был. Да. Все боролись с мусором, а я понимал, что это связано сверху, потому что политикой не занимаюсь. Просто намекнул, что когда по телевизору наврут, то сверху, то мусор появляется, чтобы понятно было. Так. Ну я политикой не занимаюсь, а за то, чтобы понятно было, чтобы канал не вырубили. Хотя мое мнение есть. Читайте между слов, друзья. Если человек добрый и отзывчивый и помогает людям, если ему позволяют это делать, читайте между слов. Да. А мне позволяют только потому, что я как между струями дождя. А так прямо не позволяют. У меня центр был защиты от стресса, где учились из 105 городов врачи, психологи туда. На Таганку проезжали, все учились. Я детям помогал, взрослым помогал. Разрушили. Вот так. Из этого делайте выводы. Давай еще что-нибудь расскажи. Проезжайте к нам в гости, увидите всю красоту Дагестана и добрых людей. Хорошая файда. А я, в принципе, для Дагестана делаю сейчас эту встречу. Но самое главное для его папы и для его мамы. Потому что папа сказал. Еще раз покажу. Он тебе персики принесет. Я говорю, слушай, да не надо здесь этого. Он говорит, надо, говорит. Надо. Поэтому я сейчас показываю, что мы дружим. Вот видишь. Так что вот. А его сестра, моя ученица. Она находится в Черкее, да? Да. В Черкее. Ну, в Черкее, то если вы посмотрите на фотографии, черкейское водохранилище. Да. Потрясающее место, да. Так что, если у вас есть вопросы, пишите там в комментах. Хочу тебя со своим сыном познакомить, с Алином. Ты же не знаешь моего сына. Я тебя познакомлю с ним. Он психолог. И моя дочка Шейла тоже психолог. Они очень известные психологи. Алина там в Москве. Это в Махачкале работает. Он еще там помогал. В Фемилии есть такая там группа была, как там беременных обучать, чтобы у них стрессов было меньше. Чтобы они рождали более здоровых, талантливых детей. Алина там работала. Ну, много у него там. Он работал в гимназии. Я тебе, кстати, между прочим, покажу. Он же там в гимназии работал и написал книжку там. Я управляю собой. И в этой книжке он стихи написал там под каждое упражнение. И там дети делали приемы саморегуляции. Да. У меня дети хорошие. Поэтому я твоему папе и твоей маме тоже мои слова уважения. Так что, друзья, пишите, какие у вас будут интересные вопросы. Ты ответишь им потом. Комменты. Итак, друзья, до встречи. Всего доброго.